привет друзья привет youtube здравствуйте дамы и господа приветствую вас на канале акриловая заливка и сегодня давайте с вами напишем красивые розы розовые розы писать я буду маслом у кого нет масла вы можете попробовать акрилом написать ну легче мне кажется все-таки написать марку пишу я на бумаге для масла и использовать в работе я буду мастихин такая мастихиновая живопись будет у меня работа несложная работа простая я бы сказала вот что здесь главное друзья главное здесь положить достаточно краски то есть достаточно достаточный слой такой краски чтобы потом эту краску можно было двигать это основное у меня не всегда это получается вот это тоже у меня как бы такая ошибка которую которую я пытаюсь время исправить и жалею краски на самом деле здесь нужно много краски побольше чем обычно побольше чем когда пишите кистью в общем закладываем такой слой сразу начинаем с фона как обычно потом цветочки цветочки сначала все это и так это набросково эскизно просто пятнышки прорисовывать детали мы уже будем позже попозже главное вот я вижу чувствую что краски мало и все время пытаюсь ее положить побольше да не забывайте вытирать мастихин тряпочкой чтобы цвета не сильно как бы смешивались где-то они должны смешиваться где-то не должны палитру вы видели белила тоже в этой работе нужны обязательно это тоновой рисунок такой тоновой рисунок а в общем для тона скажем для разбавления тона нужны белила вот нужен будет как бы не обязательно но если у вас есть маленький мастихин маленького размера для прорисовки каких-то небольших таких деталей то желательно маленький мастихин большим на таком формате не очень удобно делать формат у меня здесь 20 по моему на 20 сантиметров небольшой живопись ведется от пятна то есть сначала расставляются пятна большие крупные а потом уже идет уточнение то есть проработка каких-то деталей или уточнение да я пытаюсь разнообразить как-то цветовую палитру здесь и бирюзовый по моему есть свет фиолетовый вот этот розовый мне очень нравится такой темно-розовый цвет и при разбавлении с белилами или с другими цветами очень интересные цвета получаются розовая довольно яркая краска лепестки тоже розы идут на высветление то есть сначала темное все рисуется темное пятно а потом уже лепестки более светлой краской здесь главное знать что не переборщить этой светлой краски иначе как бы не будет тоновых переходов не будет тени не будет света нужно делать это очень аккуратно когда с белилами работает вот собственно сам процесс вы видите в общем ничего сложного попробуйте это интересно развивает руку моторику руки хорошо и для такой тренировки скажем так с мастихином вот можно начинать именно с таких небольших работ я бы рекомендовала потом переходить уже на более крупные работы но я друзья на этом с вами не прощаюсь я желаю вам всех благ и да пребудет с вами вдохновение до новых встреч пока пока а Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok